Добрый день! Сегодня моя собеседница Ольга Олеговна Ромашко, доктор медицинских наук и предприниматель. Ольга Олеговна, здравствуйте! Здравствуйте, Оксана! Компания Ольга Ромашко была создана в 1991 году. Она производит молекулярную косметику. В России аналогов нет. За рубежом такая косметика появилась существенно позже, чем в нашей стране. Ольга Олеговна защитила две диссертации. Работала в лаборатории Института биофизики Министерства здравоохранения СССР. Ольга Ромашко – автор революционных работ по восстановлению живых клеток. Своей компанией дала свое имя – Ольга Ромашко. Я думаю, что это высшая степень ответственности, потому что все-таки имя своего рода, отец у меня академик и прочее – это очень важно. Поэтому, если я дала это имя, значит, я за это отвечаю головой. Ольга Олеговна, как-то ваша научная деятельность и ваша предпринимательская деятельность соприкасаются? Это примерно одно и то же свои научные наработки вы использовали в производстве? Конечно, потому что это-то и есть самое интересное. Потому что, когда началась перестройка и на самом деле перестали финансировать науку, то каждый из нас задавался вопросом, а что же делать дальше, как? И вот к тому времени я уже создала такую мазь, естественно, на основе своих знаний. Там сколько? Ну, лет, наверное, 35 уж я за счет избилась, изучала строение клетки и что ей нужно. Вот. И поэтому я прекрасно знала, что нужно клетке. И из чего, собственно, она состоит? Вот те ингредиенты, которые ей нужны для синтеза белков, углеводов, жиров. Это все мы проходили в школе. И на самом деле я вот этот комплекс и ввожу этих микромолекул, которые являются строительным материалом для всех клеточных структур кожи человека. Вот. Понимаете, если бы это не было продолжение научной работы, наверное, мне бы было скучно. Вот если бы просто продавать чужой, потому что предложений таких было масса тогда. Значит, купи-продай. Это мне было неинтересно. Ольга Олеговна, возвращаясь к науке, институт биофизики Министерства здравоохранения СССР. Да. Это было ваше место работы. Чем занимался институт и, собственно говоря, какие, может быть, свои там наработки вы потом привнесли в косметику? Вы знаете, это был закрытый институт. Но на самом деле, вот Курчатовский институт, он занимался атомной энергией. А если так вот сказать, наверное, проще как-то, то наш институт пытался вылечить лучевую болезнь. Вот, собственно, наша лаборатория этим занималась. А так как это поражение клеточных структур, лимфоцитов, вот, то, естественно, мы изучали клетки. И очень пристально, и при поражении их лучевых, и когда вот лечили теми или иными препаратами, мы все время наблюдали реакцию клеток организма. Ну и кожи в том числе, конечно. Поэтому, естественно, я все это использовала. Сделала-то я эту мазь просто для мамы, для себя, там, быстро это в институте, знаете, как сарафанные радио стали приходить. Приходили, особенно мамы, у которых детишки с нейродерматозом, очень хорошо помогало. Ну вот и в таких каких-то банках каждый приносил свое, все, что есть, из-под майонеза, из-под чего угодно. Вот, это вот было начало. А потом, ну, я просто подумала, да, нет, вот потом случилось то, что Чернобыльская авария, да. И вы знаете, вот первый раз президент общества Чернобыль, господин Грейшин, он мне позвонил, он сказал, Оль, там у тебя есть какая-то мазь, говорит, приходи, люди приезжают. Но речь идет, нужно понять, не о тех страшных ожогах, которые получили пожарные, это даже не обсуждается, а о людях, которые получили небольшие ожоги, такие поверхностные. Вот он давал им эту мазь, и она помогала. И он буквально на следующий день, неси еще. Ну, вот тогда, наверное, я подумала, ну, давай-ка я попробую использовать и эту идею, и эти наработки для того, чтобы вторую часть жизни посвятить красоте, а не этим страшным вещам, которые действительно страшны. Что вообще вы делали в 91-м году? Был ли понятен алгоритм? Много ли наделали ошибок? С кем советовались на этом пути? Вот вспомните, что это была за страна, когда появилась возможность не только торговать чем-то, но и производить совершенно легально то, что ты можешь купить. Знаете, это была очень хорошая страна, и люди, которых я встречала на своем пути, вот эти предприниматели, мне кажется, что это вот был цвет нации, потому что люди так верили. Вот это особенно первое время, вы не представляете, это какой-то вот один вдох и выдох. Я узнала столько людей, значит, ну, во-первых, был такой фонд при мэрии правительства Москвы, при Лужкове, который заглавлял Саша Йоффе. Ну, дивный, дивный человек, с которым можно было и пошутить, и кофе попить, и все, что угодно, и всегда уж получить совет. Значит, это был Егоров, это был министр среднего молодца, он вообще был академик, лорд, понимаете, воспитанный человек. Тоже очень интересно с ним было общаться. То есть и люди, которые пришли, они были творцы, они были вот... К великому сожалению, очень многие не выдержали, потому что вот смотрите, что произошло. Кто-то начал шить, кто-то начал выпускать там пироги, там, все, что угодно. Люди у нас очень талантливые. А потом вот весь этот хлынули товары из Европы, так все... Ну, как можно вначале этому, ну, не противостоять, что ли? Хотя, наверное, это правильное будет выражение. Не просто конкурировать. Конкурировать с такими компаниями, которые уже развивались годы в странах, где это было, так сказать, с рождения понятно, да? И мы, которые выросли в Советском Союзе, которые, я вспоминаю, с великой благодарностью, честно говоря, которые ничего этого не знали. И вот начали, и надо ведь было конкурировать. И еще, вот как неудивительно, приходилось действительно... Вот смотрите, как рассуждал наш народ, он как бы тоже был вот закрыт, да? И вот появились эти товары. И вот приходишь предлагать свою продукцию. И это почти что был типичный ответ всем. Вы что? Русская? Да вы что, с ума сошли? У меня из Франции, у меня там оттуда-то, у меня там из Америки. Нет, мы русское не берем. И вот складывалось впечатление, что ты, когда я ездила в Америку, они-то меня там хотели оставить. Вот складывалось впечатление, что чужой среди своих, свой среди чужих. И так вот каждый испытывал, понимаете? И очень многие перестали заниматься этим. Мне так жалко. Вот и в косметической области, и в области вот пошива одежды. Ну, потому что это выдержать было невозможно. Ольга Олеговна, ну не надо, наверное, еще списывать со счетов. Вы же говорили о том, что там богатый опыт. У них там уже работали маркетинговые технологии. У них уже все было понятно, что упаковка должна работать на эмоцию и на побуждение приобретения. Конечно, конечно. А мы только начинали этот путь. Конечно. Я вообще не слышала, что такое маркетинг. Я вообще, когда ко мне подошел профессор из Англии, вот у нас был круглый стол, и он говорит, продай мне рецептурки, мы там обсудим, и может будем делать вместе. Тут я получила колоссальный удар по ногам под столом, потому что я не знала вообще даже, что это такое. Я хотела сказать, давайте, да. Но вот меня остановили, потому что я знала, что это знак, значит, нельзя. Понимаете, конечно, и тем не менее, вот самые, наверное, упорные, или еще те, кто имел очень хороший административный ресурс, поддержку административную, выдержали. А многие, ну, совершенно потрясающие ребята, не смогли. У вас был административный ресурс или огромное желание? Никогда. У меня была вся возможность его получить, но я вот, знаете, ну, может быть, это звучит как-то не очень естественно, но это правда. Мне хотелось самой, вот самой сделать, доказать, доказать, что возможно, что если ты хочешь, нет, ничего невозможно. Вот так. Был, конечно, но если я знакома была с министрами, наверное, наверное, если даже с Ельцином мы встречались, но, естественно, уж мы не были друзьями, это точно, но была возможность использовать это каким-то образом. Может быть, я не умела. Ольга Олеговна, если я правильно помню, вы как раз в 90-е годы в составе нескольких делегаций выезжали за рубеж, видимо, с каким-то, с точки зрения ознакомиться с бизнесом. Что это были за поездки? И мне кажется, что у вас тогда сложилось неоднозначное впечатление очень после этих поездок. Вот расскажите об этой истории. Да, это поездки были. Я же тогда возглавляла Ассоциацию женщин-ученых России, а эта ассоциация, она является членом International Association of University Women и отделение во всех странах. Вот именно по этой линии я ездила, я смотрела, как работают женщины. И еще я работала с Women's World Banking, это Всемирный женский банк, который я возглавляла, Нэнси Берри, это американка. И вот, наверное, я там училась, там училась, вот как, там кредиты какие-то. Ну вот, честно говорю, кредит я не брала ни разу, потому что у меня какое-то, ну вот, может быть, женское такое страшное чувство, а вдруг я не отдам, понимаете? Не брала, вот зарабатывали и вкладывали, зарабатывали и вкладывали. Хотя практически весь американский бизнес построен на кредитах, понимаете? И я это знала, училась, и все равно, когда вот даже была возможность, ради бога, да? Нет. Держала что-то? Не-не-не-не, да, вот. Когда вы приехали впервые, поехали на предприятие, или там на какое-то производство, или на какую-то фирму, которая возглавляет женщина, что вас удивило больше всего там, за рубежом, в те 90-е годы? И там меня удивила одна женщина, которая вот, вот Оксана, я уже забыла, из какой она страны, но из какой-то не Европы точно. Но эта женщина сделала очень большой бизнес, да. Я даже не помню какой, это не важно, а важно то, что когда она начала этот бизнес, ее выгнали из дома. Там муж, там что-то такое, вот. А когда она уже все это сделала, естественно, они все к ней пришли. Вот это меня поразило, потому что она говорит, ты представляешь, меня выгнали, выгнали. Я говорю, ну а потом, ну а что ты думаешь потом? Конечно, правильно сделала, все говорили, да. Там очень есть интересные женщины, конечно, вот эта вот Мэри Кэй, которая к нам пришла. Да, много-много. Вообще, знаете, вот американский народ хороший. У нас же тогда в 90-е с едой это плохо было, да? Вы помните? Или вы очень молода еще? Нет, ну я так помню все-таки уже. А я помню эти пустые магазины, когда даже были деньги и нечего купить. И, ну вот, они, в общем, знали об этом. И вы знаете, это было так трогательно, когда они присылали мне посылки из Америки с чечевицей, например. Я никогда чечевицу не видела. Что с ней делать вообще? Что с ней делать, не знаю, да. Ну вот присылали, то есть, хорошие, нормальные, с теми же проблемами, что у нас. 91-й год старт бизнеса. Да, вы сразу его начали в Сергеево-Посадском нашем районе? Да что вы, нет. Нет. Я ее начала в московской кухне. Вот. И, ну а где еще? И вы знаете, вот мне нужно было получать разрешение на производство. Ведь это тоже все новое, не только для нас, но, думаю, что и для управленцев тоже. И когда я говорила там в каких-то этих инстанциях, я хочу открыть производство, мне нужно получить разрешение. Меня спрашивали, а у вас есть завод? Я говорила, а у вас? Я говорю, у кого из нас может быть завод? Ну вот фабрика «Свобода», так она и фабрика «Свобода», да. Вот, ну как-то этот вопрос решали, значит, дали мне это разрешение. И я им просто рассказывала, что очень многие предприниматели Америки начинают свой бизнес на кухне или в сарае, как вот японцы, да. Ну вот так же и я тоже на кухне, на кухне. У нас был охранник фирмы «Пес Кутя», который еще был, я считаю, экспортом, потому что, когда привозили вот это сырье, это с мясокомбината, это костный мозг телят вытопленный, он прям дрожал и ждал, когда мы это вычерпаем, чтобы всю эту тару облизать. Понимаете, было смешно, хорошо и весело на самом деле. Вот мы работали втроем, Светочка, Лена и я, вот трое. И мы уже тогда ставили в магазин «Сирень» на Новом Арбате или на Старом Арбате, на Старом Арбате, по-моему, во все крупные универмаги Москвы. Ну, в общем, масса всего было. Никогда, например, не забуду, когда я пришла этим сырьем на мясокомбинат, вот, мне говорят, да чего уже, все вытопили, вон, иди, и дают мне топор. Я думаю, ну, зачем топор? Вхожу, а это громадная морозильная камера, где нужно мне отрубать этот замерзший, а я в сарафанчике, да. Ну, вот я нарубила, и возили мы на мою кухню в ведрах, вот, в метро. Это вот был начал, это был начал, но уже продавали во всех центральных. А как только перекупили все магазины другие компании иностранные, мы никому не стали нужны. Нет, что вы, нет, что вы, мы берем иностранные. И даже, вот, хорошо запомнила, на, это, как называется, Кузнецкий мост, да, Кузнецкий мост, станция, и там замечательная аптека. И там появилась виши, да. И вот я прихожу, а там вот прям, ну, в лед все уходит. Прихожу, я говорю, ну что, все кончилось? Да, все кончилось. Ну, только мы больше не будем брать. Я говорю, это почему? Виши возражает. Понимаете? Понимаете, что такое происходило? То есть, вот, все иностранные компании, которые сюда пришли, они получали колоссальный доход в этой стране. Это для них очень хороший рынок. Но вся прибыль шла туда. И им не надо было, чтобы вот какая-то там ромашка, которую, может быть, совсем не хуже, чем их берут. Вот в магазине «Сирень», по-моему, даже очередь была. Не нужно было. Поэтому мне отказывали. Не только потому, что вот кто-то не понимал из наших людей. Я их даже и не осуждаю, потому что, на самом деле, со времен Петра I какое-то такое вот отношение к себе не очень уважительное у русских. Русские сплачиваются только тогда, когда какая-то происходит стагедия, вот как сейчас. 75% людей. А ведь вот в такие обычные времена совсем нет. Совсем нет. Поэтому вот было это все непросто. И очень жалко, когда ты договорился с директорами универмагов, понимаете, уже все. А потом, хоп, покупает иностранная компания. И вот один универмаг сохранился, знаете, какой московчик. Но они там понимали все сначала. А вот мы же в ГУМе были, это же вообще сердце. А потом, и вот как раз очень хорошо работали там. А потом вот какая-то группа перекупила. Ну, это не важно, в общем. Это стало собственностью. Вот что происходило. 98-й год. Деньги перестали быть деньгами. Ну да, ну да. А вы же, наверное, вот встали. Вы знаете, вот если об этих кризисах, то не могу сказать, что каким-то образом они меня затрагивали. Вот нет. Потому что безумных денег у нас не было. У нас было необходимое достаточно и на развитие, и на жизнь. И я вот особенно этого не ощущала. Значит, у меня были более такие вот интересные вещи в этом плане. Ну, например, универмаг крупный, универмаг Вишники. Я даже дружила с директором. Он меня приглашал пить кофе. И вдруг однажды я прихожу, и вот с автоматами на перерез охранники перегораживают дорогу. А я пришла говорить, что нам нужно все-таки заплатить деньги. А денег вот по тем временам был на две машины. Немалые, да. Нет, не пускают. Потом, значит, я узнаю, что банкротство, что он прекратил существовать. Вот. Я всегда себе так говорила, ну, если заниматься тяжбой, там, судебным продукциям, ты столько лет потратишь, или достаточно большой промежуток времени на все это. Мне не хотелось, и мне это совершенно неинтересно. Я говорю, да подавись. Ну, подавись. Мы заработаем еще. Есть ли аналоги в России, производимые вами продукцией? Нет, конечно. Нет. У нас патенты. Сейчас я получаю второй патент. Потому что это будет уже масть. Типа салкосерила, может быть, знаете, да. Ну, то есть заживляющая. Продолжаю заниматься наукой, потому что вот этот вот патент, это примерно как в третьей диссертации, да. Вот еще древние, древние философы говорили, что ни один проект нельзя начинать ради денег. Он, ну, понимаете, ну, человек все-таки творец, да, вот человек все-таки больше, чем счетчик. Который, ну, еще, ну, ну, куда? Да, ну, не надо человеку это все. Надо просто, чтобы он всегда был уверен в завтрашнем дне. Чтобы дети были сыты, получили хорошее образование, носили красивые одежды. Ну, и развивались духовно, а не как счетчики. За рубежом есть ли аналоги и... Так, значит, я это спатентовала в 93-м году, лет 7 после 91-го года. а может быть и больше, не знаю, может, 14 лет. Но, во всяком случае, после нас точно. Барбара Штурм, это Германия, она имеет медицинское образование, она врач, ортопед, и она тоже выпустила молекулярную косметику, но не такую, как у меня. Но там меньше молекулярных компонентов. Вы знаете, за сколько она ее продает? Вот 15-миллиметровая баночка, это, по-моему, в Гуме или в Цуме, 20 тысяч рублей. Вот как ценят себя они и как ценим себя мы, понимаете? Вот это, наверное, вот такой нормальный пример. Потом появилась в Англии Марина Щербинина, так вот она здесь, ее фамилия, а там она себя называла Марина Нюбо. Все из наших. Да, вот это еще одна. Ольга Олеговна, ведь вам предлагали купить у вас не просто рецептурки вот тогда, а, в общем-то, уже марку и все рецептуры, и, видимо, это была какая-то крупная компания косметическая. Вы отказались? Да, мне предлагал это, наверное, вы помните эту фамилию, Довгань. Да, уж я забыла, что он делал-то, и чем Славяна. Ну, в общем, Довгань. Я помню, что я с министром это обсуждала, вот с Егором, он говорит, Олечка, ну что бы, да. Вот это я помню. Вот, и еще, ну вот, да, американская компания, точно, точно. Ну, они, понимаете, вот чего там скрывать? Они, когда составляют свой маркетинговый план на что бы то ни было, в том числе политика у них сейчас, тоже абсолютный маркетинговый план, потому что я там не вижу ни чести, ни совести, ничего. Я вижу только гольный маркетинг, который направлен на определенные цели. И почему-то в эти цели попали мы с вами, вот, русские люди, которых надо вообще с головы до ног очернить, и причем таким мерзостным способом, что смотреть это отвратительно. Вот, но было, что они предлагали мне остаться там. Предлагали, потому что они-то, они быстрее понимают. Вот, вот, почему-то ночью, вот, я раздумала над этим предложением. Во-первых, Оксана, я уже была не очень молодая, понимаете, я, когда моложе, люди быстрее принимают решение, я нет. И вот я вышла, там почему-то оказался пустырь. Вот я посмотрела на луну, мне показалось, что сейчас я завою как собака. Не хочу я здесь оставаться. Вот не хочу. Ну, и на следующее утро я сказала, что нет. Нет. Потом здесь тоже было, из посольства приходили, предлагали большие идеи. Большие. Я тоже отказалась, потому что вот здесь мне сказали, ну, только это не будет компания Ольги Ромашко, это будет американская компания. Ну, понимаете, вот мне кажется, что это унизительно. Что это унизительно, что все наши мозги должны быть там, понимаете. И когда вот было начало, я же была членом комиссии экономической при президенте Российской Федерации, вот совещание, да. Я вот своим слабым голосом тогда еще, я говорю, ну, нужно развивать производство. Только производящая сторона может быть процветающей. Нельзя жить на энергетических запасах, лес вырубать и прочее. Это, с моей точки зрения, путь в никуда. Вот никто не слышал, то есть кто-то слышал. Значит, вот не слышал. Соросу я тоже говорила, но не самому, а вот фонд Сороса приезжал. Ведь они же с радостью финансировали, значит, наших ученых, наших женщин, которые, вот, они их финансировали, чтобы они были гувернантками в семьях европейских. Это, дай бог, а я им опять, вам надо. А им не надо. И опять им не надо. Вот тогда я уже точно поняла, что никто нам не хочет помогать. И задала себе еще вопрос, а почему они должны нам помогать? Вы про зарубежные страны. Мы что, мы что, какие-то декапитированные, мы сами умные люди, работящие и великолепные, с такой историей, что никому из них не снилось. Ну и вот, и тогда-то, в общем-то, я, наверное, отказалась от политической карьеры, потому что Лахова меня приглашала в эти женщины. Была же политическая партия, помнишь, да, «Женщины России». Я просто поняла, что лучше делать что-то конкретное, пусть медленно, пусть как угодно, но самостоятельно. Потому что вот как бы изменить мир, потому что такой, какой он нам сейчас предстает, как Бородский сказал, я памятник себе воздвиг иной, постыдному столетию спиной. Вот я так согласна. Это постыдное столетие, потому что похоже, что потеряна честь, совесть вообще, все какие-то качества, которые делает человек человеком. Знаете, когда я послушала, как выступает министр иностранных дел Украины, когда он говорит в эфир, что хорошие москали – это мертвые москали. Знаете, ну, я просто уже не знаю, что думать о политическом состоянии сегодняшнего дня. Все-таки дипломатия – это что-то высокое и направленное на то, чтобы наоборот уладить конфликт, чтобы люди не враждовали. А здесь как раз наоборот, в таком низкопробном варианте разжигается ненависть к русским, отвратительно, просто отвратительно. Вот, и именно сейчас, сейчас-то вот русские сплотились. И еще знаешь, о чем думаю всегда, с большим сожалению. Вот смотрите, когда были 90-е годы, вот где экономически был Китай, вот здесь, где было мы, вот тут. Но они развивали свои производства, они делали свои товары. А что делали мы, вы знаете. И теперь вот так-то, вот обидно, вот очень обидно. Ольга Олеговна, а намного ли ваше производство зависит от зарубежных каких-то компонентов, которых не производится? То есть, великому, к сожалению, много. И сейчас вот думаю, как, что мы все время работаем с одним очень интересным человеком из Института Менделеева. И вот мы сейчас без конца, без конца, что, чем можно, как наменить, понимаете. Да, у нас были очень хорошие заводы, завод душистых веществ. У нас все пришло в запустение. Вот производство практически. Вот думаю, что сейчас, ну сейчас сложно будет, сейчас будет сложно. Но надеюсь все равно, потому что, ну, русские никогда не сдаются. Вот еще мне бы хотелось сказать, потому что как-то мне это запало в душу. Вот знаете, переписка Надежды Филаретовны фон Мэг и Чайковского, да? Когда уже он стал известен, он выступал в Германии, да? И вот он ей пишет письмо, что, представляешь, вот я играл свое произведение, я, прости, не помню уже какое, но там, по-видимому, есть какие-то скоморожьи русские мотивы. И вот журналист немецкий пишет, я не знал, что музыка может дурно пахнуть, этот русский композитор и так далее. И вдруг Чайковский говорит, плевать мне, чем ему пахнет и что он думает. Я люблю русский народ, я им горжусь и считаю его самым хорошим. Вот я целиком, полностью присоединяюсь к его словам. Я люблю русский народ. Какой бы он ни был, противоречивый, говорю, вот люблю и все. Вот, пожалуйста, американцы, другие, тоже хорошие. Вот видишь, тоже какие-то, но все-таки русские люди, с моей точки зрения, самые хорошие. Есть у них недостатки, мы их не будем обсуждать, они есть у всех. То есть нам осталось полюбить самим себя. Да, наконец, относиться с уважением к себе. Вот это как раз, собственно, Путин и сделал, и пытается сделать. Не знаю, хватит ли у него сил на это, потому что это уже настолько исторически завязло, что мы, ну как бы, не ценим себя, не ценим, не умеем. И очень редко кто начинает вот это ощущать, вот, ну, я даже не знаю, что это такое, но у себя сильным, что ли. Вот, да. Спасибо вам большое за разговор. Мы желаем вам творческих свершений, здоровья, конечно. Спасибо. И процветания вашему бизнесу. Напомню, мы сегодня разговаривали с ученым-предпринимателем Ольгой Олеговной Ромашко. Спасибо. Спасибо.